Добрый день! В этом ролике я вам расскажу про чай и про путешествия в Китае. Мы приехали на Вуишань, это в провинции Фудзен. Здесь производится чай, красный чай, такой как Джаншан Сяо Джон, Джин Джун Мэй, и такие чаи, как Улуны, допустим, как Дахон Пао, Жу Гуэй или Шуэй Сян. Ну, я вам все, в общем, расскажу. Мы только приехали в отель. Мы приехали на машине с Ханчжоу. Этот отель называется так. Вот сзади вы меня видите. И сейчас я вам сделаю такую прогулку по нему, и вы увидите. Цена этого отеля 100 долларов за день, а за одну ночь. Я вам сделаю такую прогулку по нему, и вы увидите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну это я быстренько вот вам пробежалась по отелю, в общем территория тут очень красивая и покажу вам очень быстро мой номер. Продолжение следует... 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 сейчас мы пробуем три вида чая и почему мы это делаем так можно узнать как бы допустим сделали просушку нашли один раз я делается сделали одну просушку 2 3 4 пробуем чай если на вкус хороший тогда все можно останавливаться а если на вкус как бы вы чувствуете что-то не то недостаточно еще раз идете просушиваете то есть сушка это парни раз буду доставать чай и пробовать то есть досушили его за нужного вкуса и все и тогда переостанавливает все уже наступил вечером и поднимаем наши жалюзи и будет очень красивый вид пробуем пробуем очень много чая сегодня но мы его каждый день будем тут пробовать пока мы будем находиться потому я вам буду понемногу записывать все и рассказывать а потом когда же буду записывать вам ролики про чай эти знания тоже тут там вам расскажу все мы испробовали немного чая вот как я сказала можно сидеть пить и на горы смотреть а сейчас мы идем на ужин который здесь у них вот этот сам сама фабрика хада и вот мы на ужин пришли а после ужина обратно будем пить чай а это вот сейчас который чай греют вот много достали сейчас будем его пробовать взвешиваем чай называется жогой сейчас я сейчас на мастер приготовление чая заварит этот чай мы его попробуем сейчас будем ехать вообще это пахнет классно таким сладким сладким цветочным запахом классно вообще будет ломаном если вы разогнете то есть они мы это где конец а вот это Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok 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 Если вы заметили, я сначала издавала звуки и набирала воздуха в рот, чтобы у меня аромат начал по ротовой полости распространяться. И я потом выплюнула, потому что, как я сказала, если я перепью этого чая, у меня могут как язвочки вскочить во рту, так как мы много сегодня пьем, нужно выплевывать его. Ну вот так вот и дегюстируют, ну вот так вот на заводах у них. И все, можно во рту ощущать привкус, но, конечно, можно пару пиалок выпить, а потом выплевывать, потому что, особенно так как мы не изготавливаем его, у нас организм к этому не привык. Я выпила только что вторую пиалку, выпила такой очень терпкий привкус, и вы будут продолжать речь в корзинах. Я тоже немного позже вам покажу, ну или я, может, уже вам показала видео, я не знаю, я потом видео буду монтировать, и, может, что-то буду там добавлять, или вперед, или назад. Вот, ну и, конечно, вот такую чахай готовим, чтобы туда выплевывать то, что не нужно. А во рту такой запах классный, но те ровковатые, ну и пахнет вообще вот, не так отсюда даже слышно. Ну вот третий. Еще больше аромат так раскрылся. Ну да, такой, очень такой, он кербкий. И такой, горький чай. Вот. Ну, просто они привыкли, тот, кто его изготавливает, привыкли его пить. А вот для нас это во рту может быть неприятный запах. Ну, для нас, тех, кто потребители просто, да, может быть неприятный запах. Вот, ну и язык как онемел немного. Ну, вообще, пахнет все, чай хороший. Мы просто сейчас проверяли, продолжать его сушить или нет. У нас уже девять вечера, и мы все до сих пор дегустируем чай. Мы уже продегустировали четыре. Вот, первый, второй, третий. Ну, естественно, не по одному. Каждый по три пролива. Три, 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 три. До сих пор пробуем. Ну, вот, и еще дальше продолжаем пробовать. А еще тут одного нету, который Жоу Гой принесли. Раньше я показывала по видео. Получается, еще пятый есть. Но без этикетки. Эти уже упакованы просто. Сейчас мы пьем чай один. Но мы его просто пьем, а не испробуем. Жоу Гой, который был 16-летней давности. Вот делали чай и на 16 лет его положили. И вот я сейчас его пью. У него такой вкусный запах. И когда хлоток делаешь, как будто цветок прям открылся во рту. Я никогда вообще такого запаха не ощущала, когда чай пила. А тут прям делаешь хлоток, и вот этот хлоток, который ты выпил, он открывается как цветок. И вообще классный такой вкус. Дело в том, что если хороший Жоу Гой положить на 10 и выше лет, то вы можете почувствовать вот такой эффект. Очень классный. Так что если у вас есть возможность, покупайте классный Жоу Гой. И положите его на очень долго. И потом, где через 10 выпьете, и вообще классные ощущения будут.